Сегодня поговорим о препятствиях в самостоятельном обучении. Почему назрела эта тема? Я сама с этим сталкивалась и продолжаю сталкиваться на примерах студентов нашего тренинг-центра, что далеко не каждый, начиная обучение, обучение самостоятельное, завершает его до победного финала. Почему так происходит? Ну, давайте представим себе вот какую ситуацию. Когда у нас мы начинаем обучение со специалиста, и не важно, кто этот человек, то есть он какой-то куратор или эксперт или тренер, не важно, но он вас поддерживает, он вас мотивирует, он вас спрашивает о чем-то, и, соответственно, вы все время в потоке, и вот эти вот препятствия не возникают, как правило. Но если у вас в руках уже есть какой-то курс, какой-то материал обучающий, то зачастую возникают какие-то препятствия для того, чтобы начать, а точнее, а еще лучше завершить его освоение. Привет-привет, кто присоединяется, я рада вас видеть. Давайте поговорим, какие способы есть для того, чтобы все-таки самому осваивать какие-то обучающие материалы. Людей, которые стремятся к саморазвитию, в принципе, много. Это такая наша потребность души, скажем так, потребность личности. И поэтому не всегда мы опираемся на каких-то экспертов, на каких-то гуру. Зачастую мы занимаемся именно саморазвитием. И первый камень преткновения, который часто нас преследует, это промедление. Ну, я думаю, что среди тех, кто это смотрит сейчас или будет смотреть в записи, есть такие люди, которые, имея вот тут вот рядом, либо в компьютере, либо, как говорится, в столе обучающие материалы, и даже понимая, будучи замотивированным к тому, чтобы побыстрее их освоить, чтобы повысить квалификацию, чтобы там стать лучше, чтобы достичь каких-то целей своих. Ведь обучение, как правило, обучаются взрослые не просто для того, чтобы больше знать, да, а для того, чтобы достичь каких-то целей. Мотивация в голове есть, но, как правило, обстоятельства не способствуют. Правда же? То дождь пошел, то времени нет, то как-то отвлекли меня, то посмотрел вступительный урок, не очень понравилось, и никак не можешь приступить к следующему. В общем, вот эти самые промедления, рассуждения о том, а стоит ли мне все это смотреть там или учить, может быть, как-то выборочно, а может быть, все равно сегодня не успею. К сожалению, наше сознание, вы же знаете, наш мозг так устроен, что он нас очень сильно оберегает от всяческих стрессов. Ну и вот в данном случае вот такая ситуация, она стрессовая. И надо как-то научиться со своим мозгом, со своим сознанием договариваться. Обычно нужно... наш мозг не любит, да, когда какая-то большая работа предстоит, там, тонны каких-то знаний, там, большое количество уроков, заданий. Поэтому не нужно на это настраиваться. Зачем сразу настраиваться на весь курс, к примеру? Я уделю этому сегодня буквально 15 минут. У меня больше нет ни сил, ни времени. Только 15 минут. Скажите так, и вам сразу станет легче. Поверьте, только 15 минут, ведь это немного. Засекли время и углубились. Вы посмотрите, за эти 15 минут вы уже втянетесь. И очень может быть, что продолжите это своё занятие. И даже задание выполните. Тут ещё очень важно в самом начале построить как бы такой план, да, как я буду это осваивать. Вот какие результаты я хочу получить. То есть осваивать это осознанно, да, и разделить слона, как говорят, на маленькие кусочки. Тогда начать будет гораздо проще. Так что вот это промедление, оно смерти подобно. Слышали такую историю? И подумайте, когда в следующий раз у вас не будут благоприятствовать обстоятельства, что промедление, смерти подобно. Что если вы сейчас не станете заниматься, то, соответственно, что-то останется несвоенным, неосвоенным, и цели, которые вы перед собой ставили, в итоге не будут достигнуты. Если нам всё-таки удалось благополучно договориться самому с собой, и мы начали, влились в этот поток, вот, это хорошо, но стоит нам пропустить, к примеру, одно занятие, не пойти по этому плану, как тут нас настигает второе препятствие. Какое же это препятствие? Мы начинаем оправдываться. Оправдываться перед собой или перед теми людьми, которые нас спрашивают, ну, как там твои занятия обстоят, ты уже это освоил, ты уже много прошёл. Мы начинаем оправдываться. Как же нам обойтись без оправданий? Это только самоконтроль. Во-первых, прикусить язычок. И если даже кто-то спросил, не оправдываться, сказать честно, нет, сегодня не получилось, но я думаю, что я завтра, как говорится, двойную порцию осилю. Во-первых, вы дали какое-то, как говорится, общественное обязательство взяли на себя, дали обещание. Во-вторых, не оправдывайтесь. Да, нет, не получилось. Если спросят, по какой причине, совершенно не отвечайте на этот вопрос. Переведите разговор на другую тему. Для начала надо просто научиться промолчать на этот вопрос. И ни перед собой не оправдываться, ни чувствовать себя виноватым за это, ни перед кем другим. Оправдание ни к чему хорошему не приводит. Личность, которая берет ответственность за свои действия на себя, она не оправдывается. Запомните это. И если вы поймали себя на очередном оправдании, замолчите. Просто замолчите в этот момент и подумайте. Нет, я беру ответственность на себя, поэтому я оправдываться ни перед кем, и даже перед собой не буду. Ну и обвинения. О, это классика жанра, да? Третий камень преткновения, который просто-таки тянет нас вниз, да, как тот камень, который привязывают для того, чтобы что-нибудь утопить. Ведь, к сожалению, мы склонны обвинять в не сложившихся обстоятельствах, в чем-то не освоенном, в не изученном, кого угодно, но только не себя. Себя, как говорится, в последнюю очередь. Ну да, может, я там тоже был немножко виноват, но дело в том, что это обстоятельства такие. Ну посудите сами. Вот тут вот у меня, вот это задержалось, вот тут вот у меня заговорили. Я совершенно не был готов к такой ситуации. И, в общем, виноваты соседка, виноваты, как говорится, дождь моросящий на улице, да, потому что очень спать хотелось, а я не доспал сегодня ночью. Виновата правительство, виноваты газовщики, виновата отсутствие электричества. Все, что угодно, может быть виноватым, но в наименьшей степени мы сами. Вот когда вы научитесь, как говорится, прикусывать язык, да, перед оправданиями, тогда же и перестаньте всех обвинять. Только поймали себя на том, что начали кого-то обвинять. И сразу же замолчите. Как только поймали себя на этой мысли. Потому что личность, которая берет ответственность на себя, она соответственно думает так. Какой смысл обвинять кого-то? Может быть, лучше задать себе вопрос, что делать дальше? Ну, хорошо. Я не освоил сегодня то, что запланировал. Я так и не приступил к занятиям. Как я буду поступать дальше? Все, время прошло. Как говорится, то, что случилось, уже случилось, и его не исправишь. Поэтому какой смысл в обвинениях? Какой смысл в оправданиях? Согласитесь, смысла нет. Поэтому почаще задавайте себе в таких случаях вопрос, что делать дальше? Как я могу исправить сложившуюся ситуацию? Завтра сделать двойное задание. Можно, к примеру, сдвинуть как-то свой график. Он должен быть гибким, по сути дела. Позаниматься в выходной день. И так далее. Выход из этой ситуации обязательно есть. Но ни обвинения, ни оправдания, ни промедления к хорошему результату в самостоятельных занятиях не приведут. Кстати говоря, если вдруг у вас есть, тут еще есть, знаете, какие мотивационные такие фишки, которые, в принципе, часто рекомендуются. Как говорится, если есть у тебя человек, который тоже осваивает какое-то подобное задание, который тоже чему-то обучается самостоятельно, договорись с ним о какой-то отчетности. Он тебе расскажет о том, что он выучил, сколько он позанимался. Ты ему. И никаких обвинений и оправданий. Просто это какая-то ответственность, для того, чтобы себя замотивировать лучше. Ну и если у тебя есть куратор, то, конечно, дело пойдет быстрее. Нужно же посылать какие-то задания, ответы на задания, выполненные задания куратору. Нужно двигаться дальше, иначе, как говорится, движения дальше не будет. Но поскольку, тем не менее, большое количество людей имеют высокий уровень самодисциплины, я могу точно сказать, у меня есть в тренинг-центре люди, которые занимаются индивидуально, и мы с ними встречаемся всего один раз в неделю. Я задаю им задания, и они присылают мне в течение этой недели выполненные свои задания. Как говорится, честь и хвала таким людям. Прежде всего, они увлечены тем, что они изучают, и поэтому их это мотивирует в том числе. Но, если вас это не мотивирует, если вам не нравится то, что вы изучаете, а вы как бы должны это сделать, это очень плохой мотивационный триггер. По сути дела, человек, которому не хочется это учить, не хочется это знать, он не сможет себя заставить. Поэтому можно только договориться самому с собой и захотеть сделать это ради исполнения цели, ради того, чтобы твои дети тобой гордились, ради того, чтобы, как говорится, с другом, со своим, быть на одном уровне, ради того, чтобы кого-то опередить. Есть триггеры, которые работают. Всегда цепляйтесь за них. И тогда ваше самостоятельное обучение соответственно станет легче и быстрее. Ну, а если вам не удается это постоянно сделать, и вы понимаете, что все-таки уровень вашей самодисциплины очень низкий, этому тоже можно научиться. И существуют определенные курсы, мастер-классы на эту тему. И в конце концов можно обратиться к специалисту, да, для того, чтобы он помог вам выстроить это обучение, для того, чтобы он помог вам найти смыслы, мотивацию, и вы все-таки это обучение благополучно освоили. Я желаю вам успехов. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу, и очень буду рада, если вы поделитесь своими способами, как вам удается себя дисциплинировать, и все-таки обучаться самостоятельно. На этом разрешите откланяться. С вами была Елена Литвиненко. Всего доброго, до встречи в эфире.